В Душанбе состоялось первое мероприятие в рамках проекта «Литературная гостиная. Современная российская литература для детей и подростков». В рамках мероприятия состоялся живой диалог с известными российскими детскими авторами и лауреатами национальных литературных премий. Российские детские писатели рассказали о том, как они стали писателями и ответили на вопросы читателей. Меня зовут Мария Пономаренко. Я представляю Центр детской книги и детских программ Библиотеки иностранной литературы в Москве. Мы приехали сюда для того, чтобы провести здесь литературную гостиную. Мы привезли двух знаменитых у нас на родине писателей детской и подростковой литературы. И они что-то почитают из своих произведений, представят свои книги, проведут мастер-класс для детей и для педагогов русского языка. Меня зовут Александра Литвина. Я главный редактор издательства познавательных книг «Пешком в историю». И я автор ряда книг разных, в основном на исторические темы. Я думаю, что, может быть, ваши читатели знают меня по совместным работам с художницей Аниной Десницкой. Это книги «История старой квартиры», «Транссиб», «Метро», которые переведены на многие языки. Они вышли уже неоднократно, переиздавались. Мы будем знакомиться с читателями, мы будем говорить о том, как работать с познавательной книгой. Возможно, есть у нас будет встреча для экспертов. Ну и я думаю, что мы будем играть, развлекаться и говорить про книжки. Это самое главное и самое приятное в нашей работе. Меня зовут Наталья Волкова. Я детский писатель. Пишу в разных жанрах стихи, рассказы, сказки, познавательные книги. Мы пишем вместе с моим мужем Василием Волковым. Издаюсь я более 10 лет в разных издательствах российских. И некоторые книги переведены на иностранные языки. Сегодняшняя встреча у нас пройдет с читателями и студентами университета, я так понимаю, и с преподавателями. И мы поговорим просто о творчестве, о преподавании литературы в школе и на разные темы, которые, возможно, интересуют подростков. Я надеюсь, что они будут задавать вопросы. А завтрашняя встреча в детской библиотеке пройдет с более маленькими читателями. И там мы будем читать стихи, разговаривать, обсуждать, что им интересно. Стажистские дети стремятся больше читать, чтобы расширить свой кругозор и получить больше знаний. Меня зовут Нигмадзуда Мафтуна. Я ученица 7 класса, лицея номер 2 для одаренных детей города Душанбе. Я очень люблю читать книги, я их читаю очень много. Благодаря тому, что я читала много книг, меня отправили на Республиканскую Олимпиаду по русскому языку. И там я победила. Благодаря книгам люди изнают очень много полезной информации. Люди становятся умными. И когда я буду много читать книги, то я стану очень начитанной и умной. Я Азизова Фарида. Я очень люблю читать и хочу прочитать все книги на свете, а потом сама напишу книгу для детей. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы для педагогов русского языка по организации уроков литературы на основе современной российской поэзии и прозы. Я первый раз в Душанбе и с большим удовольствием посетила Национальную библиотеку Таджикистана. Мне очень понравилось и здание, и книжная коллекция, и то, как работают наши коллеги, и то, как все устроено. И мы надеемся, что обязательно у нас будут еще совместные проекты с коллегами из библиотеки Национальной Таджикистана, из Республиканской детской библиотеки. Мы бы хотели продолжать такое сотрудничество. Напомним, что в 2023 году, который объявлен годом русского языка в странах СНГ, предполагается регулярное проведение подобных мероприятий. Она надеждою зовется, и верить хочется, нам верить хочется, что эта нить не отойдется, и жизнь не кончится, не кончится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова